МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Лидер России и глава Чуваши встретился с полуфиналистами всероссийского конкурса. До старта две недели районы готовятся к пассивным работам. Праздник чтения в Республике проходит неделя детской и юношеской книги. Менеджеры новой волны. Сегодня глава Республики встретился с полуфиналистами конкурса лидеры России. Окружные этапы испытаний среди управленцев проходили в феврале. Окончательные итоги подвели на днях в Сочи. И хотя в число победителей участники из Чуваши не вошли, перед ними открываются новые возможности. Подробности у Дмитрия Ковалева. Сразу виден лидер. Так, не влезайте все. Еще хватит надо. Даже выбирая фон для памятного фото, лидеры страны проявляют управленческие качества. Карьера полуфиналистки прошлогоднего конкурса Надежды Беловой круто изменилась. Теперь она помощник главы региона. Вообще, участники окружного этапа проходят непростое ситоотбора. И это шанс заявить о себе, отметил Михаил Игнатьев. В 1400 по статистике у нас подали заявление на конкурс. Соответственно, понятно, процедура там, я говорю, еще раз непростая, сложная. Через тестирование проходите весь этот путь. Это говорит о чем? Это говорит о том, чтобы люди смелые, это важно для нас, быть лидером в Российской Федерации, как новая уже управленческая команда современной России, современной Чувашии. Шансы стать даже полуфиналистами конкурса 1 из 100. В этом году на окружные этапы из Чувашии были отобраны 14 человек. Теперь перед участниками открыты все двери. Екатерина Горобко буквально неделю назад была назначена заместителем министра и теперь курирует развитие цифровых технологий в республике. И направление такое сейчас очень интересное, цифровизация. Потому что сейчас все говорят про цифровую экономику, про цифровизацию, цифровизацию транспорта. И проект «Умный город», и «Безопасный город», все это связано. Но у нас сейчас первая задача стоит по доведению инфраструктуры до нужного уровня. Очень интересные. Кадры для экономики должны растить, и работники с опытом отметил Михаил Игнатьев. Институты наставничества зарекомендовали себя на предприятиях и даже в правительстве региона. Это очень хороший принцип. Сегодня те молодые специалисты, которые приходят, всегда есть наставники. Даже молодые министры у нас к нам приходят, соответственно, без официальных там решений. Мы, соответственно, обговариваем все эти вопросы, когда совместимы молодого министра, закрепляем за тем министром, который, или вице-премьером, который имеет огромный стаж. И сейчас мы, создавая учебно-ресурсные центры, вот, среднее профессиональное учреждение возьмем, да, учреждение высшего профессионального образования возьмем. У нас, допустим, по компетенции, по направлениям, есть наставницы целых заводов над нашими учебными предприятиями. Наставниками для школьников и студентов готовы стать и полуфиналисты конкурса управленцев. Инициатива лидеров провести образовательные курсы в муниципалитетах. В свою очередь мы, как уже работодатели, мы же присматриваем для себя тоже молодежь, ищем сотрудников в свою очередь. Мы, в свою очередь, можем найти вот среди этих активных студентов, может быть, активных людей, которые только начали свою работу, каких-то сотрудников для себя в будущем. В этом году как раз мы, ну, для учета уже, да, создавать, будем совместно с Министерством просвещения центр для одаренных детей. И мы параллельно нужны подготавливать учителей для работы с этими детьми. Встреча с главой региона для лидеров России стала поводом обсудить и проблемные темы. Никиту Николаева волнует качество дорог в родном Мариинско-Посадском районе. Года четыре, да, пишу и в ГИБДД, и в администрацию Мариинско-Посадского района. Говорю им, дорога у вас не соответствует никаким нормам. Мне вот как гражданину, кому можно все-таки обратиться, да, кто имеет административный ресурс? Из-за дефицита денег, мы это честно признаем, привить это должно быть расставлено четко. Конечно, к какому году мы вам ответ дадим. Полуфиналисты конкурса теперь и сами претендуют на руководящие посты в правительстве региона. Каждый из них войдет в резерв управленческих кадров. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика. В Чувашии сохраняется стабильная эпизоотическая обстановка. Чтобы не допустить вспышки инфекционных заболеваний, ветеринары продолжают вакцинацию животных. За два месяца этого года против бешенства привили 46 тысяч животных. Идет мониторинг по африканской чуме свиней. Все проведены анализы отрицательные. Против сибирской язвы привили 35 тысяч животных. Продолжаются работы по ликвидации 8 очков лейкоза крупного рогатого скота. На особым контроле бездомные животные. По данным госсветслужбы, в республике 3800 бродящих собак. Предстоит работа на 2020 год. Это создание приютов во всех муниципальных образованиях. У нас в настоящее время работает приют в городе Чебоксары. Работает неплохо, я бы сказал. Работают волонтеры. За прошлый год было отловлено и, как его приустроено в этом приюте, 393 собаки. Глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил провести дополнительные проверки, чтобы не допустить вспышек инфекции. Другая тема – реализация домашней птицы. В прошлом году впервые зарегистрировали случаи заболевания гриппом. Одна из причин – нелегальная реализация продукции. Такое не должно повториться, отметил Михаил Игнатьев. Каждый сельчанин должен иметь разрешение госсветслужбы и торговать только на разрешенных площадках. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Около двух недель остается до начала полевых работ. Сейчас идет подготовка. О том, на какую помощь могут рассчитывать сельхозпроизводители, которые по тем или иным причинам не успели закупить семена, удобрения или обновить технику, далее. Механизаторы одной из агрофирмы к ремонту техники приступают, как только выходят с новогодних каникул. Через неделю у них финальный осмотр и можно в поле. В данный момент мы уже отремонтировали сельхозмашину на 80-90%. Запчасти придут и остальные будем ремонтировать дальше. Семена, удобрения и топливо для работы фирма тоже закупила заранее, пока не произошло сезонного роста цен. Помог льготный кредит. В этом году мы получили кредит льготный по программе не более 5%. Реальная ставка у нас составила 3,5%. 24 миллиона мы получили и направили его на покупку минеральных удобрений, ГСМ, семян и запасных частей. Подать заявку на кредит еще не поздно, отмечают представители банков. Но времени остается очень мало. Небольшим фермерским хозяйством, в чьем штате нет бухгалтеров, помогут с оформлением документов. Я хочу обратиться к руководителям сельхозпредприятий, к фермерским хозяйствам, для того, чтобы кто еще не успел получить льготные кредиты, чтобы ускорили предоставление заявок в банк, чтобы своевременно успеть закупиться всеми материальными ресурсами для проведения сезонно-полевых работ. Поддержку аграриям окажут не только в финансовом плане. На сайте Министерства сельского хозяйства Чуварской Республики действует уже не первый год горячая линия. Есть контакты. В оперативном режиме при обращении сельхозтоваропроизводителя, фермера, агрофирмы или сельхозпредприятия, мы готовы оперативно выходить на связь с поставщиками. И если идет нарушение или несоблюдение интересов сельхозпроизводителя, вместе с сельхозпроизводителями обсуждать проблемные вопросы с крупными поставщиками. Как отметил заместитель министра сельского хозяйства, сейчас республика находится в очень важной фазе подготовки к посевной. От того, как аграрии сработают, во многом будет зависеть объем и качество нового урожая. В Доме правительства прошло очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике. В Чувашии ведется системная работа по противодействию коррупции. Каждый год утверждается республиканская программа. Сегодня члены комиссии обсудили итоги деятельности правоохранительных органов в этой области. Организацию межведомственного обмена информацией о правонарушениях такого рода со стороны должностных лиц. Минюст республики регулярно проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов. Еще одна важная тема заседания – сокращение и ликвидация задолженности по арендным платежам за использование муниципального имущества. О работе в этом направлении сообщили главы администрации Чебоксар, Новочебоксарска, Чебоксарского и Мариинско-Пасадского районов. Руководителя управления отходами в Новочебоксарске признали виновным в совершении экологического преступления. В Следственном комитете установили, что предприятие на протяжении двух лет сливало сточные воды с опасными бактериологическими и химическими веществами. Летом 2017 года трубопровод был прорван. Руководство предприятия было обязано контролировать состояние трассы напорной канализации. Но разгарметизация трубопровода все же произошла. Из-за аварийного разлива загрязнили более 15 тысяч квадратных метров почвы. В ходе следствия установлено значительное превышение фоновых концентраций химических и биологических веществ. Тем самым был причинен ущерб в размере более 40 миллионов рублей. Причастность осужденного к инкриминированному деянию подтверждается заключением комиссионной экологической судебной экспертизы, а также показаниями более 40 свидетелей. Разгарметизация трубопровода была в кратчайшие сроки устранена. Руководителем Новочебоксарского филиала управления отходами назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Жители микрорайона Солнечный и Ново-Южного района столицы вот уже вторую неделю живут на стройке. Вибрации от добивки свай, шум, машины, грязь на дорогах внесли беспокойство в их размеренную жизнь. Пообщаться с жильцами выехала наша съемочная группа. Стройка посреди жилого спального микрорайона Солнечный началась в конце февраля и внесла диссонанс в его размеренную жизнь. Жители микрорайона беспокоят шум и вибрации от забивки свай новых домов, которые возводит по соседству строительная компания «Простор». Мы хотим, чтобы альтернативу нашли, то есть не забивали сваи, а именно давили. Вот мы знаем, что так можно. Очень напрягает на самом деле шум, когда забивают сваи. То есть в дом чувствуешь вибрацию. Живем на первом этаже. Тоже ребенок в это же время не спит, то есть беспокоится. Развозит грязь, то есть уже дома наши сданы, мы уже все живем. Жильцы опасаются, что звуковой резонанс от забиваемых свай может испортить и ремонт в квартирах. Я живу тут в этом доме, 14 корпус 3, почти год. Ремонт, естественно, давно уже сделан. Мы переживаем, чтобы у нас не пошли трещины по плитке, потому что очень сильно забивают сваи. Это же все накладно, неприятно. Жители микрорайона написали коллективное письмо обращения в прокуратуру республики с просьбой провести проверку работ строительной компании «Простор». Хотелось бы узнать, есть ли у них разрешение на строительство вообще этих домов. Ну, как государственные там какие-то документы. Потому что на самом деле здесь есть новые технологии бурения из-за оливка свай. А то, что они сейчас в мерзлоту бьют, на самом деле очень сильный вибрация ощущается. Прокуратура Калининского района столицы совместно с Минстроем Чуваши в феврале этого года провели выездную проверку строящихся домов. Так было установлено, что строительство указанных объектов было начато без надлежащего уведомления Министерства строительства, архитектуры и жилищно-куминального хозяйства Чувашской республики, что уже является нарушением. Кроме того, было установлено, что сами строительные объекты не соответствуют необходимым требованиям. Так, на указанных объектах отсутствовало ограждение, которое бы не позволяло простым людям пройти на территории строительной площадки. Отсутствовали первичные средства пожаротушения, отсутствовали необходимые документы, паспорт объекта и иные документы, которые были необходимы для проведения строительных работ. По данным фактам, в отношении директора указанной компании-застройщика ООО «Простор» было возбуждено 4 дела об амстративных пронарушениях. В данный момент данное дело находится на стадии рассмотрения. На стадии рассмотрения находится и обращение жильцов, которое из прокуратуры Калининского района перенаправили в Минстрой Чувашии. Очевидные нарушения при застройке новой территории должны быть устранены. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика. О законодательных новеллах и изменениях нормативной правовой базы традиционно в рубрике «Правовые новости». Не со дня вынесения постановления, а со дня его вступления в законную силу. Так, депутаты предлагают отчитывать 20-дневный срок оплаты штрафов с 50-процентной скидкой. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Авторы отмечают, это поможет прекратить случай оплаты штрафов по спорным постановлениям. Поскольку при рассмотрении аналогичных дел судьи порой выносят противоположные решения. Водители, даже при несогласии с указанным в постановлении нарушении, предпочитают сразу оплатить штраф в половинном размере и за опасение лишиться скидки, получив отказ в удовлетворении жалобы в суде. Другое изменение касается закона об исполнительном производстве. Судебные приставы не смогут удерживать задолженности из социальных выплат. Как ранее пояснили разработчики поправок, хотя подобные выплаты и сейчас формально защищены этим законом, в частности 101-й статьей, от взыскания на практике такие ситуации все-таки случаются. Главным образом это происходит из-за того, что приставам и банкам неизвестны источники поступления денежных средств на банковский счет должника и их назначения. Это исправят. Доходам граждан присвоят специальные коды, которые покажут происхождение средств. Изменения вступят в силу в июне будущего года. Еще одна тема касается многодетных работников. Могут ли они брать отпуск в удобное время частями? Инспекторы разъяснили, что право на использование отпуска в удобное время не означает право на разделение отпуска на части по желанию работника. Такое разделение в соответствии со статьей 125 Трудового кодекса возможно только по соглашению сторон. При этом одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Электронные больничные уже не новшества. Все чаще именно таким образом предпочитают оформлять листок нетрудоспособности. Это одна из 19 государственных услуг, которые оказывает Фонд социального страхования. На днях запустили еще один электронный сервис. В этот раз нововведение для предпринимателей и организаций. В мобильном приложении Федерального фонда социального страхования в личном кабинете можно подать документы на подтверждение основного вида экономической деятельности. Обязательное условие – наличие электронной подписи. Раньше подобные заявления можно было подать только через госуслуги, либо в бумажном виде принести в фонд. Заявление поступит непосредственно на сайт регионального отделения фонда. Соответственно, страхователю не нужно приходить в региональное отделение, выстаивать очереди, поскольку подтвердить АКВЭД необходимо до 15 апреля. Достаточно в электронном виде направить заявление. И мы также в электронном виде направим страхователю уведомление об установлении тарифа по виду экономической деятельности. Сто-летний юбилей отпраздновал почетный гражданин Мариинско-Пасадского района Терентий Дверенин. Человек, который прошел Великую Отечественную войну, а в 85 лет занялся искусством и начал мастерить многофигурные композиции. Основная тема – трудовые будни сельчан. Телеграмма от президента России, благодарственное письмо и именные часы от главы Чуваши. Поздравить юбиляра, отмечающего круглую дату с двумя нолями. Приехали многочисленные родственники, друзья, знакомые. В числе гостей – министр культуры республики, глава администрации Мариинско-Пасадского района. Мы увидели сегодня еще такого патриота жизни, патриота, который действительно любит свою республику. Он не просто был танкистом, не просто трактористом, он, оказывается, был нефтяником. Это тоже интересная профессия, вроде далеко от культуры, скажем, сегодня, но тем самым он прекрасно, оказывается, писал сихи. Он и писатель, скажем так, от души, да, наверное. Потом он то же самое, он изготавливал замечательные куклы. Своё увлечение мастерить деревянных кукол Терентий Парамонович нашел в 85 лет. Персонажи объединены замыслом и действиями. Это сценки и многофигурные композиции, отражающие повседневную жизнь. Причем, как и прошлую, так и настоящую. Все элементы вырезаны из мягкой древесины, частично тонированы акварелью в телесные цвета и соединены шарнирами. Одежда тоже делала рук мастера, хотя иногда ему помогали дочки. Носочки я ему вязала, а в остальном вот эти рубашки. Кстати, на этих рубашках есть вышивка, которая вот национальная именно вышивка. Сам делал вышивки, шил он на вот швы полностью. Ну вот такая полноценная рубашка, брючки, шапочки, лапти потом плел на них. Таких деревянных танков три штуки. Один в Чебоксарах в Музее боевой славы, второй в Марпасаде, третий здесь, на родине мастера. На подобном танке Терентий Дверинин прошел Великую Отечественную войну. Он был танкистом с 1942 по 1945 год. Военным, рабочим и творческим периодом жизни народного мастера посвятили концерт в Сюндюковском сельском доме культуры. Ирина Волкова, Павел Иритков, Республика. Да здравствует читатель, да здравствует писатель. В Доме дружбы народов открылась республиканская неделя детской и юношеской книги. По своей сути, это всероссийский праздник чтения. Его истории уходят еще в военный 43-й год, когда дети встречались с писателями и поэтами. Причем некоторые приезжали к ребятам прямо с фронта. Главным инициатором праздника стал писатель Лев Касиль. Он же и дал ему название, книжки на именины. Каждому пришедшему ребенку дарили книгу. С этого дня стала традицией начинать весенние школьные каникулы неделей детской и юношеской книги. На этот раз тема «Год театра». Большая часть мероприятий, проводимых в дни весенних школьных каникул и в рамках этой недели, они будут посвящены театру, актерам и, конечно, сценическому искусству. Организаторы книжки на именин познакомили ребят с самыми разными произведениями. Здесь и чувашские сказки, и русская классика, и зарубежная литература. Конечно же, дети приучаются. Приучаются правильно, красиво говорить. Они потом и сами доступно излагают свои мысли. Плюс у них очень развивается воображение. Книга с раннего возраста именно благодаря родителям может быть любима, необходима и ценна, как важный и нужный друг. Всю неделю в Доме дружбы народов юные читатели будут встречаться с писателями, посещать творческие мастер-классы и викторины, ну и, конечно, ознакомиться с новыми книгами и литературными героями. Мне нравится читать книги про Советский Союз. Я читаю в свободное время. Ну, могу сказать, перечислить книгу, допустим, «Кортик». Там очень интересный сюжет про мальчика. В Советском Союзе это, в общем, можно рассказать. И о жизни рассказывают, как тогда жили. И как тогда люди говорили, какие слаймы использовали, какие были по характеру. Можно было узнать о состоянии, как они тогда жили, богато или бедно. На открытии недели книги наградили победителей шестого международного литературного конкурса «Горю поэзией огнем» и республиканского конкурса «Чтецов озаряет душу сеатр». Это учащиеся среднего и старшего звена со всех районов республики. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Всего доброго. Увидимся завтра в эфире национального телевидения «Чувашей».